Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами в 2023 году. С докладом о запасах различных видов топлива в планах производства и ситуации на рынке ГСМ выступил министр энергетики Булат Акчулаков и председатель правления Казмунайгаз Макзун Мерзгалиев. Участники совещания обсудили вопросы полноты обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом, в частности сетей автозаправочных станций, сельхозтоваропроизводителей, предприятий промышленности и транспорта, ценообразования, импорта, увеличения мощностей шамкенского НПЗ и ряд других. Премьер-министр указал о необходимости усиления мониторинга и контроля за реализацией ГСМ на внутреннем рынке для снижения вымывания топлива за пределы Казахстана. В этой связи он поручил организовать полный охват АЗС, цифровую систему учета отпуска ГСМ. По итогам совещания премьер-министр дал ряд конкретных поручений. Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили о том, как прошли тренировки и боевое слаживание региональной группировки войск союзного государства. Ее создали на территории Беларуси по решению президента двух стран. Лукашенко побывал на полигоне Обуз-Лизновский в Брестской области. Региональная группировка готова выполнять задачи, доложили президенту. Белорусские и российские военные тренировались вместе с октября прошлого года. Александр Лукашенко пообщался с рядовыми и командным составом. Предупредил сразу. Пришел не говорить, а слушать. В первую очередь о недостатках. Цель общих обучений и тренировок исключительно оборонительная. Развернуть региональную группировку на территории Беларуси решили в ответ на действия военных у границ союзного государства. Подготовку будут совершенствовать. Следующий шаг тренировки в подразделении разных видов. В ближайшее время начнут совместные летные практические учения. А венцом станет маневр «Щит Союза-2023». Беларусь передала российским военным крупную партию индивидуальных аптечек. Все содержимое в них отечественное. Мы занимаемся по единым программам. Мы используем единых инструкторов. Как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. И на сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите союзного государства готова. Большое количество учений. Фиксируем постоянные пролеты разведывательной авиации. Но то есть совсем не миролюбивая политика исходит от наших, к сожалению, соседей. Региональная группировка войск – это один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который на сегодня, наверное, должен остудить горячие головы на Западе. В Мининдустрию утвердили перечень востребованных профессий для иностранцев, которая даст им возможность трудоустроиться и получить разрешение на постоянное проживание в Казахстане. Как выяснилось, казахстанским медучреждениям не хватает судмедэкспертов, логопедов, акушеров и кардиологов. Также в острове необходимы архитекторы IT-инфраструктуры, консультанты и бизнес-аналитики, разработчики и специалисты по тестированию веб и мобильных приложений. В преподавательском составе есть 900 тех, кто обучает азам архитектуры и строительства, а также специализируется в производственной и обрабатывающей отраслях. В США ужесточают борьбу с нелегальной миграцией из стран Латинской Америки. Правительство объявило об введении ряда соответствующих новых мер. Они включают ускорение депортации нелегалов, а также квоту на прием 30 тысяч человек в месяц из Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубе. Соответствующие заявления сделал президент США Джо Байден. Отметим, что квота распространяется только на тех, кто прибывает в Штаты легально, въехав по приглашению из разрешения правоохранительных органов. Из-за теплой зимы в Европе падают цены на природный газ. За первую неделю года они опустились до 65 евро за мегаватт-час. Это самый низкий уровень с начала вооруженного конфликта в Украине. С начала 2023 года по всей Европе побиты погодные рекорды. Так, к Новому году температура в Германии местами была выше плюс 20 градусов. Это самый теплый декабрь за всю историю наблюдений. В связи с чем уменьшилось отопление помещений. Подземные хранилища в настоящее время заполнены на 83%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова